нет отлично а вот и презентацию видно нормально там иногда иногда зависает ладно ну тогда всем привет поздравляю вновь прибывшее пополнение ммп с поступлением на кафедру ммп и рад приветствовать вас на курсе по математическим методам распознавания образов собственно говоря что это будет за курс значит изначально когда этот курс только-только образовывался то есть это было там древние времена когда еще кафедра только появлялась вел этот курс профессор леонид мисеевич мистецкий возможно кто-то из вас его знает кто не знает узнаете в следующем семестре и на нем изучали математические методы распознавания образов вот частично вы с тем что было на нем раньше ознакомитесь на занять на лекциях леонида мисеевич мистецкого в следующем семестре и через год на прикладную алгебре отгурова то есть это штука слабо имеющие отношение к машинному обучению времена шли мл становился все более популярным данный курс все больше и больше наваливалось разного мл и прочего вот и в какой-то момент решили что лучше будет реорганизовать этот курс во вводный курс по машинному обучению и в таком виде он существовал аж до 2021 года пока в августе 2021 года наше руководство не решила вдруг возможно в связи с ситуацией на соседнем факультете что было бы неплохо на общее факультетском уровне ввести какой-нибудь популярный курс по машинному обучению чтобы вроде как программисты знали что такое мл и не хлопали глазами и поэтому они стали искать где преподают машинное обучение лучше всего ну нашли нашу кафедру и нашли наш курс по математическим методам распознавания образов значит курс тогда состоял из одной лекции одного семинара на лекциях рассказывали теорию на семинарах решали задачи практику прочее вот и они решили что давайте мы у вас заберем лекция сделаем их общекурсовыми а вам оставим вот семинары и тогда тогда аммп ходила бы на общекурсовые лекции а потом приходил бы на семинары где там отрабатывала на практике то что они изучили на лекции прочее все бы ничего только лекции под которые были заточены и семинары то есть которыми они были синхронизированы читал виктор владимирович китов который был поставлен читать лекции на первом потоке, а на втором потоке, то есть вам их читает Константин Вячеславович Воронцов. Собственно говоря, с ним были попытки синхронизировать наш материал по лекциям, и он даже один раз три года назад подключился на преподавательский созвон. Но на этом его коммуникационный потенциал закончился, и все попытки синхронизироваться с ним были обречены на провал. Курс на короткое время принял вид нечто странного, то есть какие-то размышления на тему, но благодаря стараниям группы неравнодушных старшекурсников, среди которых был в свое время и я, этот курс теперь представляет из себя что-то вроде углубленного математического спецкурса по методам машинного обучения. То есть частично мы с вами будем все-таки отсылаться к лекциям Воронцова, рассматривать темы, которые вы там изучили с других сторон, там более широко, может где-то изучать более углубленно некоторые аспекты. Также будем смотреть, изучать некоторые методы машинного обучения, более популярные на практике, чем то, что вам дает на лекциях. То есть цель лекции, собственно говоря, в том, чтобы те, кто их прошли, там не хлопали глазами, ничего не понимая при слове линейной регрессии или что-то. На семинарах вы научитесь с этим всем работать и также посмотрите, какие из этих методов сейчас более популярные на практике применяются вот прямо сейчас. По тому, как это все будет организовано у нас, значит, смотрите, у вас будет лекция Воронцова по вторникам, методы машинного обучения пятой парой. Рискованно. Ну, в общем, пятой парой, значит, будет лекция по машинному обучению. Наши семинары будут третьей, четвертой парой по четвергам. Значит, тут смотрите, какая штука есть. Значит, как вы видите, здесь стоит у нас две пары, два занятия. Это наследие, которое осталось еще с тех времен, когда этот курс был эксклюзивно для ММП. В общем, там в чем суть? В том, что, конечно, студенты кафедры, занимающиеся машинным обучением, должны сдавать экзамен по машинному обучению на оценку. Но есть что-то вроде бюрократического правила, которое обязывает все курсы, по которым в конце хотят организовать экзамен с оценкой, набрать определенное количество академических часов преподавания. И вот если оставить, если выполнить инструкции ВМК в точности, то есть лекции здесь, а семинары один в неделю, вот по четвергам, то количество часов будет недостаточным, и мы сможем устроить для вас только зачет. Поэтому было решено оставить два занятия по четвергам. И в связи с этим не всегда количество материала, которое мы для вас подготовим, будет забивать все две пары. То есть иногда мы будем заканчивать чуть пораньше. То есть одну пару всегда будем занимать, иногда будем вылезать на полторы пары, на две пары. То есть зависит от того, как мы сможем скомпоновать материал так, чтобы его рассказать, понятно для вас. Так, что там дальше? Преподавательский состав по расписанию. Ну да, и как вы видите, дальше идет у вас занятие по практикуму. Мы будем... Ну, вы, наверное, не видите. Но они тут есть, практикум же, да? Вот, мы будем стараться в моменты, когда у нас материалы меньше, чем на две пары, синхронизировать с командой курса практикума, чтобы они начинали пару пораньше в дни, когда мы заканчиваем наши пары пораньше. И это выливалось для вас не в окно посреди дня, а в то, что вас пораньше отпустят. Но тут ничего обещать не могу, потому что у преподавателей там тоже свои расписания есть, и не всегда это возможно. Значит, по лекциям понятно, по преподавательскому составу. Я так и не представился. Меня зовут Глеб. Я здесь исполняю должность Народного комиссара внутренних дел по курсу ММРО. Собственно говоря, моя задача заниматься всеми внутренними делами курса ММРО, то есть организовывать преподавание, организовывать подготовку материала, организовывать семинары, выдавать вам домашние задания, согласовывать материалы для новых семинаров, также организовывать экзамены и прочее. В общем, все оргвопросы, связанные с нашим курсом по ММРО, вот по четвергам, который идет, это все ко мне. То есть там пишите мне в телеграме, тегайте меня, то есть как угодно. В общем, спрашивайте меня. То есть это все ко мне. Также вы будете взаимодействовать, скорее всего, с Липкиной Анной, которая занимается координацией лекционного курса по машинному обучению. Возможно, вы с ней даже уже знакомы, если у вас уже создан чат по общефакультетскому МЛ. То есть, скорее всего, все сообщения там пишет она. В общем, она занимается координацией лекционного курса. И по всем вопросам взаимодействия с лекционным курсом, о которых я расскажу чуть позже, в общем, по этому всему обращаться к ней. И по лекциям Воронцова, если вопросы, то к ней лучше. И также вы будете общаться с Ольгой Кравцовой. Это ученый-секретарь кафедры. То есть, скорее всего, если у вас будут какие-то вопросы, выходящие за рамки данного курса, или по какому-то межкурсовому взаимодействию, или вам не понравится работа меня или Ани, то вот это к ней. Из всех неаморфных на данный момент членов кафедры она обладает наивысшей силой. То есть, она ученый-секретарь. Тут нечего сказать. И также у вас будет большое количество преподавателей, то есть, или проверяющих ваши домашние задания. Вот частично вы их можете видеть на слайде. Некоторые из них отказались предоставлять свои фотографии. Их здесь нет. Они будут проверять домашки. Вот, значит, они выполняют основную работу по проведению семинаров и подготовке материалов для домашних заданий. То есть, я больше координационную работу осуществляю, проводить занятия будут вам в основном вот эти люди. То есть, конкретно в данном семестре я, скорее всего, проведу только вводную лекцию. Вот. Остальные занятия будут проводить они. Значит, это в основном студенты или недавние выпускники кафедры математических методов распознавания образов, которые там либо недавно выпустились, да, либо еще учатся. В этом есть как свои плюсы. То есть, это люди, которые непосредственно вот работают как студенты и как выпускники вот в области машинного обучения и могут, которые недавно еще сами проходили разные собеседования, там, на разные курсы собеседования, там, на стажировки работы и прочее. То есть, и эти люди, как никто другой, смогут вам рассказать материал нашего курса в наиболее актуальной форме, которая пригодится вам вот уже прямо вот там в ближайшее время. То есть, лучше всего с этой задачей справятся они. Но, с другой стороны, конечно же, не у всех так много преподавательского опыта, как хотелось бы. То есть, некоторые из них могут, допустим, при чтении семинара акцентировать внимание на те аспекты, которые им самим в свое время были непонятны, при этом не имея, допустим, статистических данных о том, что более непонятно для студентов в среднем. Поэтому я призываю вас не стесняться и задавать вопросы, если что-то непонятно. То есть, задавать вопросы на семинаре, задавать вопросы после семинара, задавать вопросы в общем чате, на них отвечу я или преподаватель. Задавать вопросы в личку, если стесняетесь, в общем чате. То есть, спрашивайте, если что-то где-то непонятно, то подходите, спрашивайте, говорите. Тем более, скорее всего, часть из вас с ними уже и лично знакома, и взаимодействовала. По тому, как у нас устроена система оценивания. Возможно, для некоторых из вас это новый формат, для меня в свое время был новый. То есть, итоговая оценка здесь будет выставляться в соответствии с бальной системой на курсе. Вот по данной формуле. Значит, оценка формируется из следующих частей. Первая, самая главная, самая весомая часть – это домашние задания. У вас по курсу осенью будет 5 домашних заданий, 4 практических и 1 теоретическое. По каждому из домашних заданий. Домашние задания вам будут выдаваться обычно на 2 недели, то есть плюс-минус. Значит, по каждому из них вам будут выставляться какие-либо оценки. То есть, тут, возможно, стоит написать, значит, допустим, по каждому из домашних заданий будут основные задачи. То есть, допустим, пусть будет 10 баллов основной задачи и сколько-то бонусных баллов. То есть, пусть будет 4 бонусных балла. Иногда будет 4, иногда 5, в зависимости, иногда 0. То есть, в зависимости от того, сможем мы придумать или нет. Дальше все ваши полученные баллы за домашние задания суммируются. То есть, сколько вы набрали по каждому из домашек. Это суммируется и делится на общее количество баллов, которые возможно набрать по всем домашкам без учета бонусов. То есть, что важно, если вы выполнили бонусы, то эти баллы, и у вас количество баллов вы получили больше, чем основное количество баллов. То есть, допустим, по домашке 10 основных баллов можно получить, и 4 бонусных, вы выполнили все, получили 14. В знаменатель, независимо от того, сколько вы баллов получили за домашку, всегда идет только основное количество баллов, которые можно получить. То есть, бонусы это то, что вы сверху выполнили. То есть, ваша возможность доработать некоторые моменты, которые вы что-то пропустили, допустим, получили меньше баллов, чем хотели. Вот бонусами можно добить. И здесь суммируется, собственно говоря, все, значит, максимальное количество баллов за все домашки без учета бонусов. Получается какое-то число, обрубается сверху до единицы и умножается на 3. Вот тут немного другая нормировка. Значит, умножается на 3, это первая часть вашей оценки. Дальше у нас в конце будет устный экзамен. Устный экзамен – это обычный экзамен, к которому вы, надеюсь, уже 2 года обучения на ВМК привыкли. Значит, мы с форматами экспериментируем. То есть, когда начался ковид, экзамены стали проводиться онлайн. И это так понравилось преподавателям, что эта практика осталась и после того, как ковид у нас отменили. Значит, но вот недавно мы только попытались, вот в прошлом семестре, провести эксперимент, провести экзамен очно. Ну, посмотрим, как оно будет. Но это вот обычный экзамен, где вы приходите там, вам выдают какой-то билет, и вы устно отвечаете теорию, отвечаете на доп. вопросы преподавателя и прочее. По нему вы получаете оценку от 0 до 5, оценка не обязательно целочисленная. То есть, вам могут поставить там 4,7, 4,3, там 4,5, 3,3, там 3,9 и прочее. То есть, получаете дробную оценку, дробная оценка делится на 5 и умножается на 1,5. Это вторая часть вашей оценки. И третья, последняя, самая незначительная, это теоретические тесты, которые будут вам выдаваться на лекциях по лекционным материалам. То есть, в каком формате они будут, пока неизвестно. Либо это будут просто тесты, которые будут вам выдаваться где-нибудь там вечером на сколько-то часов, и вы онлайн их будете проходить. Либо это будет какая-нибудь там письменная работа теоретическая, там какой-нибудь, типа, я не знаю, у вас были там коллоквиуми с письменным термином. Вот это будет, короче. Вот, возможно. То есть, форматы пока обсуждаются. И там, опять же, сколько вы баллов заработали, делится на максимальное количество баллов и умножается на 0,5. И из этого всего складывается ваша, значит, итоговая оценка за, предварительная оценка за экзамен. То есть, допустим, вы по домашним работам получили, допустим, выполнили все домашки идеально, получили 3 балла, плюс там сдали экзамен на 4, это 1,2. И забили на лекционные тесты плюс 0. Получается 4,2. Значит, эта штука округляется до ближайшего значения вверх. То есть, вот тут округление вверх, она округляется до ближайшего значения вверх. В данном случае получается 5. И дальше смотрите, какая фишка. Значит, чтобы усложнить вам жизнь, и она не казалась вам прекрасной, потому что, если присмотреться к формуле, здесь, допустим, можно выполнить как-то там все домашние задания и забить на экзамены, получить тоже что-то там отличное от нуля или еще что-то. Значит, мы ввели некоторые дополнительные условия для получения итоговой оценки, чтобы помешать вам как-то оптимизировать эту формулу и ввести ограничения. Значит, для того, чтобы получить итоговую оценку 5, вам надо, во-первых, чтобы по этой формуле у вас получилось 5, плюс сдать все домашние задания и теоретические домашние задания, то есть все, на оценку, превосходящую треть от максимального балла за работу, без учета бонусов. То есть, если по домашке максимальное количество баллов 10, то вам хотя бы там 3,33 балла по ней надо набрать, чтобы ее вам зачли. И так надо сделать со всеми домашними заданиями, плюс получить по оценку по устному экзамену не меньше 4. То есть, если у вас, допустим, вы все домашки сдали идеально, но по экзамену получили оценку 3,9, то по этой формуле у вас выйдет 5, но выше 4 вам не поставят. Значит, ну для оценок более низких, там требования послабее, то есть вам надо сдать не менее 3 работ и всего множества лабораторных работ и до оценки 3 не менее 2 работ. Вот, соответственно, да, не менее 2 работ, а всего множество лабораторных работ. Вот, и, соответственно, оценку за экзамен. Вот тут важно оценку за экзамен не меньше 3. То есть, если вы получаете оценку за экзамен 2,9 или ниже, то вы автоматически отправляетесь на пересдачу, независимо от того, что у вас там по остальным аспектам выходит. То есть на устный экзамен забивать не стоит. Можно спросить? Да. Макс балл от работы без учета бонуса. Макс балл от работы без учета бонуса. Скорее, что такое бонусы. Бонусы. Смотрите, я упоминал, значит, по каждой домашнему заданию у вас будет некоторое количество основных задач, некоторое количество задач со звездочкой. Вот. За основные задачи вам выставляются баллы, за задачи со звездочкой выставляются бонусные баллы. И вот без учета бонусов, это значит, что максимальный балл, это максимально возможный балл, который можно получить, если вы все сделаете идеально, но не будете делать задачи со звездочкой. То есть, если мы слишком много бонусов получим, то не может быть пятерки? В смысле? Нет. 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 Может, вообще звездочки вы публике обязательно? А там без учета бонусов. Да, без учета бонусов. То есть, как раз, если вам домашние задания будут также объявляться, то есть в формате, что по домашнему заданию можно получить там вот 10 основных баллов и 4 бонусных балла. Вот. 4 бонусных балла, это вот, они идут только в числитель в эту формулу, в знаменателе они не идут. То есть, бонусы это то, что вы заработали, а макс балл это вот, это то, что надо сделать обязательно. Да. Можно еще сказать, что 0 за тесты на пятой паре, в принципе, нет противоценки, да? Ну, да, то есть, кроме пороговых ситуаций, вот, такое иногда тоже бывало, то есть, когда там у вас, допустим, 3,9 выходит, а вот они там до 4,0 повышают, то, да, никаких условий блокирующих на эту оценку не накладывается. Вот, вот. Плюс, да. Без учета штрафа, это что значит? Без учета штрафа? А, да, значит, у нас будет система штрафов за, то есть, у нас будет система дедлайнов с мягкими дедлайнами и жесткими дедлайнами. То есть, возможно, кто-то из вас по ней работал, значит, в чем ее суть? Вам будут даваться домашние задания, на них будет даваться какое-то время, значит, допустим, 2 недели. Через 2 недели наступает мягкий дедлайн. Если вы успели сдать домашнее задание до мягкого дедлайна, то никаких штрафов на вас не докладывается. После мягкого дедлайна у вас будет еще какое-то время, когда вы сможете доздать это домашнее задание, но тогда на него накладывается штраф за просрочку мягкого дедлайна. Он будет вам объявлен, он уникален для каждого домашнего задания и будет объявлен вам вместе с выдачей домашнего задания. Но, например, за каждый день просрочки мягкого дедлайна накладывается штраф в 1 балл. То есть, если мягкий дедлайн объявлен через 2 недели, а вы сдали домашнее задание через 2 недели и 1 день, то получается, что у вас итоговая оценка за домашнее задание это баллы, которые вы заработали, минус 1 балл за просрочку мягкого дедлайна. То есть, это система штрафов, чтобы сделать удобным планирование выполнения домашних заданий вами, чтобы вы не вспомнили, что у вас там 0 секунд осталось и все пропало. То есть, сдать домашки после дедлайна можно, но со штрафом. Также будут жесткие дедлайны, обычно это через неделю после мягкого дедлайна. Если жесткие дедлайны вы просрочили, то за домашнее задание ставится 0. То есть, тут надо планировать свою работу. И вот здесь, в скобках, без учета штрафа, это значит, что домашнее задание вам необходимо сдать для получения оценки вообще хоть когда-то. То есть, если вы, допустим, поняли, что у вас получается оценка 5, но для нее надо доздать там какую-то домашку, которую вы не сдали, то вы можете ее сдать когда угодно. И она будет оценена на определенное количество баллов, но оценка будет вам выставлена 0 с учетом штрафа. А без учета штрафа вы должны набрать баллы больше, чем треть от домашнего задания. От максимального количества баллов с домашнее задание. Штраф влияет на главную формулу только. Да, штраф влияет только на главную формулу. То есть, вот. Да, на самом деле тут при вот таком рассказе может быть что-то непонятно, но обычно все врубаются после первой домашней домашки сразу же. То есть, там все довольно интуитивно понятно. Вот, то есть, когда вы посмотрите, где штрафы там, где баллы и прочее. Вот. И также мы решили ввести некоторый элемент свободы для преподавателей. Значит, и в начале некоторых семинаров у вас будут, ну, что-то вроде семинарских летучек. То есть, в начале пары вот вам семинарист либо читает какую-нибудь там это в зависимости от своего желания, либо читает там быстро освежает вашу память по предыдущему занятию, сам читая там материалы, либо же проводит какую-нибудь самостоятельную работу там на 10-15 минут, где дает вам разные вопросы вот по материалу предыдущих занятий. В принципе, это пока что тестовая инициатива, вот. И она в большинстве своем зависит от хотелок преподавателей и их желаний, поэтому в общей формуле нигде вообще никак на оценку они не влияют. То есть, это вот чисто личное дело между вами и преподавателем. Вот. Он захотел вам дать какой-то тест вот на 10 минут, летучку провел и посмотрел, что вы хорошо запомнили, что плохо запомнили, вот. Что стоит повторить, что там стоит, что вы и так хорошо знаете. В принципе, опять же, здесь реализуется вот фактор того, что преподаватели у вас в основном молодые и, скорее всего, там будут различные задачи из их опыта собеседований, там, в разные Яндексы и прочее. Вот. Какие им выдавали, когда они собеседовались там на то или иное место, там, на стажировку, работу или еще куда-то. Вот. То есть, поэтому советую их проходить, вот. Советую там к ним готовиться и хотя бы запоминать, какие вопросы вам дают, потому что это может быть полезно. Несмотря на то, что, опять же, повторяю, на формулу они не влияют, потому что даже я не знаю, какие вопросы вам зададут. Вот. Это что-то полухаотичное. Так. Также по курсу лекций у вас в конце будет зачет. То есть, форма отчетности по лекциям зачет, и мы что придумали? Мы синхронизировались с лектором, вот. И у вас этот зачет будет выставляться по нашим правилам. То есть, по лекциям вам, возможно, сказали, что будут по лекциям выдаваться лекционные домашние задания. Вот. От выполнения лекционных домашних заданий мы вас освобождаем. То есть, вам их делать не надо. Это считается, что если вы можете выполнить домашние задания семинарские, то лекционные вы сделаете вообще легко. Вот. Но, опять же, мы освобождаем только от лекционных домашних заданий. От лекционных теоретических тестов это вот 0.1. Вот. То есть, тут уже решайте сами. Значит, и зачет вам будет поставлен по лекциям автоматом, если будет сдано не менее двух домашних работ, из всего множества домашних работ, опять же, на оценку больше, чем треть от максимального балла. Вот. Без учета штрафов. То есть, это действует только для 317 группы. Вот. То есть, вы, значит, делаете домашки, и по этим домашкам вам ставится зачет. Вот. Никаких лекционных условий для зачета, они на вас не распространяются, вам ничего делать не надо. По лекциям только ходить на них и тертесты проходить. Вот. Ну и также вопросы из лекционного материала будут в экзамене, поэтому тут как бы, если вы решили вообще на них не ходить, то на свой страх и риск. Вот. Также на данный курс, если я не ошибаюсь, курс по ММРО внесен в список спецкурсов математических, на которые может прийти любой человек с нашего факультета. Вот. Если такие люди здесь есть, то для получения оценки по курсу ММРО вам надо выполнить все те же условия, то есть, выполнить домашки, прийти на экзамен, и вам поставят оценку вот по той же формуле. Единственное, что если вы третий курсник, то с лекциями и с зачетом по лекционному курсу тут решайте сами. Вот. То есть, на вас автоматическое освобождение от домашних работ не распространяется. То есть, тут договаривайтесь с лектором. То есть, если он скажет, что да, окей там, то без проблем. Я со своей стороны могу принять участие здесь в страдательном залоге и, допустим, предоставить ваш табель там оценок, посещений и прочее. Ну, посещений у нас не учитывается, оценок за домашние задания. Если он скажет, что окей, ставлю за счет, то окей. Но это уже личное дело между вами и лектором. Вот. Для 317 группы, опять же, вот я все рассказал. Так. По системе оценивания все. После вводной информации мы сделаем небольшой перерыв. Вы можете это переварить. Значит, теперь обязательный слайд, который в какой-то момент я понял, что я вынужден ставить, потому что без него случаются страшные события. Значит, это в чем суть? Значит, смотрите. Дело в том, что в какой-то момент, значит, вы поймете, во-первых, что помимо курса ММРО у вас будут много других. Ну, в данном семестре всего один. В следующем семестре несколько кафедральных курсов, по которым тоже будут выдаваться домашние задания. Тоже на 2 недели по такой же системе мягких и жестких дедлайнов. И вы не всегда, то есть мы как, мы внутри самого курса синхронизировали выдачу домашних, чтобы они не выдавались в наложение друг на друга по дедлайнам. То есть, если, допустим, мы выдали домашку через нее и мягкий дедлайн через 2 недели, то мы во время действия мягкого дедлайна по домашке не выдаем следующие домашние задания. То есть в рамках одного курса. Но в рамках разных курсов синхронизировать это гораздо сложнее. Поэтому мы решили поручить эту задачу вам, чтобы вы в зависимости от своих сил и возможностей пытались синхронизировать это все дело сами. Значит, какая будет система? Значит, вам будут выдаваться домашки. И если вы в какой-то момент поняли, что вы не успеваете сделать домашнее задание в срок, то вы можете писать в общий чат и просить перенос мягкого дедлайна по домашнему заданию. Обычно на курсе ММРО действует следующее правило, что если вы попросили перенести дедлайн по домашнему заданию за неделю до мягкого дедлайна по домашнему заданию, то значит, что вы начали его делать, оценили там свои усилия, оценили загрузку и приняли решение, что, видимо, вот вы не успеваете сделать и практику, и ММРО, и там многие другие курсы вовремя и просите продлить домашку, допустим, на неделю. В таком случае мы обычно продляем дедлайн по домашнему заданию без проблем. Если же вы просите перенести дедлайн по мягкому домашнему заданию за день до дедлайна, то, скорее всего, это означает, что вы сели за это домашнее задание за день до дедлайна. И в таком случае уже положительное решение в вашу пользу не гарантируется. То есть будем разбираться, почему с вашей ситуацией. Бывают ситуации, когда мы продлим дедлайн, но, опять же, призываю вас садиться за домашки раньше. Если вы сели за домашки за неделю до дедлайна, это нормально, но если вы за день до дедлайна, то тут как бы уже пеняйте на себя. Тут как бы все опционально и зависит от того, какая у вас ситуация и были ли какие-то причины того, почему вы не смогли распланировать свое время раньше. В принципе, если, допустим, вам выдали одновременно и домашку по практику, мы крупную на две недели, и домашку по ММРО в один и тот же день, то вы можете посмотреть их и в тот же день сказать, что нам выдали две домашки с одними и теми же дедлайнами, и перенесите, пожалуйста, дедлайн, потому что мы думаем, что не успеем. Опять же, в таком случае без проблем дедлайн перенесем. Получается, человек просит перенести дедлайн, он переносит для него или для всех? Нет, это сейчас система переноса дедлайна для всех. То есть, это если вы посмотрели, обсудили, значит, успеваете ли вы сделать домашнее задание или нет, и там, не знаю, какая у вас система в группе принята, там, либо большинством голосов, либо еще чего-то, пишите в общий чат, что вот мы 317 группа, не успеваем сделать дедлайн, перенесите его, пожалуйста, для всех. Его тогда переносим, опять же, в зависимости от того, когда вы попросили. Значит, также бывают моменты, когда у вас какие-то проблемы личные в жизни случаются, то есть, там, заболели или там еще чего-то случилось. Значит, в таком случае у нас есть возможность перенести дедлайн лично для вас. Вот, то есть, в таком случае, что вы делаете? Вы пишите мне в личку, объясняете ситуацию, то есть, там, я заболел или еще что-то, или я, допустим, участвую в какой-то конференции и к ней готовлюсь, и вот у меня сейчас, вот я занят подготовкой к конференции, вот, и поэтому не успеваю, там, сделать домашнее задание вовремя, перенесите, пожалуйста. То есть, вообще говоря, участие в конференции мы, как кафедра, поощрять должны, потому что это, вроде как, в наших же интересах, но за поощрениями это, там, обсуждаете с руководством, но штрафовать вас за это мы не будем. То есть, главное, вы пишите мне, что вот, я там где-то участвую, я заболел, там у меня что-то случилось, значит, перенесите, пожалуйста, мне дедлайн на столько-то дней, вот. Вот. Обычно в таких случаях мы переносим. И тут, опять же, вот на эти ситуации не распространяется правило раннего переноса дедлайна, то есть, если вы, там, в последнюю неделю, там, попали в авару и что-то случилось с вами, вот, и вы просите перенести дедлайн, обычно тоже переносим, то есть, разные ситуации бывают, вот, то есть, тут без проблем. И, опять же, конечно, это не будет в формате, что, там, что-то я устал, перенеси дедлайн, я такой, окей, переношу. Я у вас, конечно же, потребую какие-нибудь, там, обоснования, типа, там, фотку справки, селфи из палаты, там, ссылку на ваше участие в конференции и прочее. То есть, ну, я у вас потребую какое-то подтверждение, вот, но, с другой стороны, это и не взаимодействие с учебкой, что, там, надо принести, там, две справки, заверенные, там, пятью печатями и прочее. То есть, достаточно фотографий и прочее, вот, и перенесем. Вот, в принципе, вы можете спросить у ваших старших товарищей, там, такие ситуации с ними возникали разные, вот, спросите, как разрешались эти ситуации. То есть, обычно это разрешается все в пользу студента, если только вы решите решать эту ситуацию путем переговоров. Значит, из года в год бывают такие ситуации, когда студенты в какой-то момент осознают, что преподаватели и проверяющие домашние задания находятся от вас не так далеко, как раньше. То есть, это не какой-нибудь, там, это 50-летний препод, который, значит, уже преисполнился, вот, и ведет семинары, в общем, с точки зрения своего опыта, а это вот старшекурсники, с которыми вы, возможно, даже лично общаетесь в жизни и как-то взаимодействуете, вот. И иногда случаются такие моменты, когда в подобных ситуациях студенты решают читерить и договариваться лично с преподавателем, чтобы он ему зачел там какие-то несделанные пункты и поставил, значит, какую-то оценку выше, чем та, на которую он сделал домашнее задание, допустим. Вот. Опять же, это может случиться по разным причинам. Допустим, не обязательно из-за ления. Это может случиться, допустим, чел заболел, постеснялся написать об этом в общий чат, или вообще чат не надо писать, посетялся написать об этом мне, вот. И решил договориться с преподавателем, что ну давай, ты же знаешь, что я и так знаю эту тему, давай ты мне там поставишь максимум за эту домашку, вот, а я ее делать не буду. Вот. Такие ситуации бывали. Значит, это уже серьезное нарушение академической этики, и здесь уже будем решать вопросы по-другому. То есть вы таким поступком настроите против себя большинство преподавательского состава, значит, и обычно решение уже будет не в вашу пользу и не настолько радужное. То есть у нас проводится выборочный чекинг-ворк проверок домашних работ. Если подобное обнаружится, то если в первом случае, когда вы написали мне и попытались решить этот вопрос со мной на официальном уровне, то будет там самое худшее, что вы сможете, самое худшее, что сможет с вами произойти, это я почему-то вдруг начну психовать и скажу, что нет, ничего я вам не перенесу, все, уходите от меня. Значит, после чего вы сможете написать, допустим, Оле Кравцовой и, скорее всего, будут разбираться уже со мной, вот, и вам все равно перенесут дедлайн. Вот. То в случае, если вы попытаетесь зачитерить, то будет решаться вопрос о том, чтобы какую бы эффективную репрессию к вам применить. В лучшем случае мы просто вычтем половину всех заработанных вами баллов из всех ваших прошлых, настоящих, будущих домашних заданий. Это мы можем сделать кулуарным решением преподавательского состава. Но если будет особая фантазия и, допустим, кому-то не лень будет этим заниматься, то будем решать вопросы с учебной частью. Тут уже зависит от того, насколько активными окажутся преподаватели. Но штрафы по баллам настолько сильные, чтобы вы автоматически отправились на пересдачу по домашкам, я вам обещаю. Вот. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь писать мне в случае чего. Значит, в случае любых проблем, по любым вопросам пишите мне. Будем решать с вами вопросы вот в формате адекватного диалога. То есть, опять же, спросите предыдущие поколения. Вроде как ситуации с неадекватным поведением преподавательского состава раньше не наблюдалось. Вот. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Значит, обратите внимание на эту картинку. Значит, возможно, для кого-то эта информация, это уточнение покажется очевидной. Однако тут, знаете, как с техникой безопасности при обращении с оружием. На каждую тупой пункт в правилах есть несколько десятков не менее тупых историй, как кто-то умер, пытаясь это правило нарушить. Не создавайте такие прецеденты. Пожалуйста, взаимодействуйся с нами. Наверное, из-за всех прослушанных вами ранее курсов данный курс будет самый либеральный по взаимодействию со студентами. Но также и самый сложный, потому что... Ну, как минимум, один из самых сложных, потому что домашек будет много, и не только по нему. Вот. Так. Значит, что про формулы рассказал, про преподавание рассказал, про вольнослушателей рассказал. Вопрос такой, все ли добавились в организационный чат по ММРО? Есть ли те, кто не добавился? Если те, кто не добавился, то добавляйтесь. Там будет основная информация по нашему курсу. А, и сразу еще одно уточнение, которое я вспомнил буквально, пока ехал на это занятие. В общем, смотрите, поскольку, опять же, много из вас взаимодействует с кем-то из преподавательского состава лично, общаетесь, дружите, знакомитесь. Смотрите, какое правило у нас установлено по поводу информации о тех или иных мероприятиях на нашем курсе. Значит, информация является достоверной лишь только в том случае, когда я делаю объявление этой информации в общем чате. Вот. То есть, если было объявление от меня в общем чате, то информация по, там, семинару, по еще чему-то, по домашним заданиям, по материалу, по структуре курса, информация достоверна. Исключение – это ваше взаимодействие с лекционными курсами. За них отвечает Аня Липкина. Вот. Поэтому она просто лучше меня погружена в эту тему. Поэтому, если у вас какие-то вопросы по тому, там, вам выдали какое-нибудь задание, и вы думаете, надо ли вам его делать, то есть домашнее это задание или же это лекционный тест, то, и вы сомневаетесь, то спрашивайте ее. Вот. Ну, она вам скажет. Значит, ну, также, вот, если какие-то там срочные организационные объявления будут от Оли Кравцовой, то, ну, она, скорее всего, их сделает через меня. Но, в принципе, в общем, с ней мы тоже все обсуждаем. Вот. Это следует уточнить, чтобы мне потом в личку не прилетало обиженных простыней о том, что, там, мне тот-то, тот-то преподаватель сказал, что будет, значит, домашнее задание выдано, там, вот такого-то, такого-то числа, а оно выдано в другое число, там, какой ужас. Короче, информация достоверна только, когда было официальное объявление о ней вот в чате курс ММРО 2024-2025. Вот. По организации на этом все. Значит, что у нас, 40 минут, ну, давайте сделаем небольшой минут на 5 перерыв, чтобы вы переварили эту информацию и, может, придумали какие-то вопросы по организации курса, потому что, может быть, что-то непонятно. Вот. Да, да. По поводу сдачи, она будет иметь какие-то ограничения по количеству или просто по времени? Ты успеешь сделать и... Сдачи домашних заданий? Да. Да. Система мягких и жестких дедлайнов. Нет, я плохо спросил. Он имеет в виду, будет ли несколько попыток или мы уже сдали, нам сказали, там, вот, ты плохо сделал, и все, ничего я уже не сказал. Это обычно да. Да. Обычно, то есть, вы сделали домашнее задание, сдали его, после этого домашки проверяются, вам выставляются баллы, вот, и все, вот эта оценка у вас есть. Вот. Да, наверное, на моей памяти не было такого, чтобы, вот, типа, какие-то были периферийные случаи, когда... Ну, единственное, только у вас может там преподаватель спросить, если вы что-то непонятно сформулировали, преподаватель там может вам написать и спросить, а что вы имели в виду. Вот. Но это обычно до выставления оценки. Когда оценки выставлены, то все, типа, она фиксирована. Вот. А сегодня две пары были? Сегодня, ну, сегодня вот есть вводная часть и есть еще по материалу, мы с вами чуть обсудим, вот, это где-то на час, я думаю, вот. То есть, сегодня, да, первая домашка будет выдана сегодня. Вот. Да. А по баллам будет какая-то табличка? Или это можно самостоятельно следить за тема? По баллам, да, по баллам домашние задания будут выдаваться в анитаске, и по домашкам вы можете видеть свои баллы за все выполненные домашние задания, вот. По их синхронизации с лекционными баллами перед экзаменом мы составим табличку со всеми вашими набранными баллами, вот. Но обычно, поскольку решающее значение имеют в основном баллы за домашки, то есть обычно по их выполнению уже понятно, в принципе, что к чему. Там будет полноса и написано, и на лекции говоришь, что в конкурсе. Конкурсы? А что за конкурсы? А, конкурсы. Это просто общая формула для и осеннего, и весеннего курса. То есть у вас весной по ММРО у нас есть практика давать вам какие-нибудь соревнования на кегле в качестве домашних заданий. Вот это конкурсы как раз. А что там в францовщик думает про соревнования, это то же самое или это другое? Францов. В францове про лекционный курс говорили, но может что-то уже было. А, ну у нас обычно соревнования вот выдается весной, вот, как раз на лекционном курсе Воронцова. Вот, просто для вас по этому соревнованию будет особый бейслайн повыше, чем для остальных. Вот. Да, давайте, да, 5 минут, 13.50, продолжим. Я правильно понимаю, что вот эти домашки с лекцией, это принципиально другое, то есть не то, что типа усложненно, а это прям просто другие люди занимаются? Да, да, этим другие люди занимаются, то есть им, их обычно составляют, ну, по лекционному материалу, чтобы люди, ну, в общем поняли, то есть что к чему, то есть по теме машинного обучения. То есть обычно это там вопросы какие-то, типа теормина тоже, ну, там, или какие-то легкие задачи, вот. Ну, опять же, их делать довольно запарно, поэтому вот мы решили, что вам только семинарские. Спасибо. Да. А что в октябре будет по домашке? В октябре? Да, просто я в октябре уезжаю, вот, чтобы заранее представлять. В октябре, ну, вам, скорее всего, будет выдано домашнее задание, ну, у вас будут домашки по ММРО и по практикуму, большие домашки, то есть по практикуму будет очень сложное домашнее задание, на самом деле. Да, 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 то есть там. Это не вот наш курс, это то, что будет там через 2 пары, да? Это да, это будет то, что вот здесь 5 пары, но и по ММРО тоже будет домашка, значит, в начале октября будет, скорее всего, домашка на линейную регрессию, то есть оно довольно объемное, но его там, ну, довольно понятное, то есть я думаю, его там вечерами за неделю можно сделать. Вот, да, да, значит, и будет выдано, скорее всего, где-то во второй половине октября большое домашнее задание по матрично-векторному дифференцированию, то есть это ТЁРДЗ, где вы будете, там, считать производные по матричным функциям. Вот, и вот так вот. То есть там чисто вот надо будет посчитать там всякие там логи, то-то, да, или вот такие там гисяны, гисяны, градиенты, вот это все, то есть, да, да, но опять же по тому, куда уезжайте, то есть это вот, ну, можно написать мне, объяснить и посмотреть по ситуации. Ну, просто я, там, робототехника плюс искусственный интеллект в Екатеринбурге, вот, ясно, возможно, даже я там буду, вот, да. Ну, я пока не знаю, я, типа, я просто работаю в центре робототехники Сбера, вот, и нас зовут на мероприятия, связанные с робототехникой, может, это я, я там что-нибудь это прочитаю, может быть, а может и нет, вот, но опять же, то есть, да, 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 главное мне написать, и мы обсудим, что к чему, вот, потому что, ну, образовательные мероприятия, это тоже хорошо, то есть, штрафовать за инициативу тоже не очень на решение, вот. Спасибо. 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 Не знаю как сейчас. Может сейчас. Сейчас как минимум с факультета ушел Андрей Викторович Столяров. Не знаю кто не знает его из вас. Да. Да. Он это. У меня практикум на EVM вел. Классный человек. Вот. Значит. Да. К чему я это говорю. К тому что в машинном обучении все еще хуже в этом плане. Потому что оно появилось в том виде в котором его сейчас изучают вообще недавно. То есть конечно алгоритмы по ML там появились в годах в 80-х. Но активно их форсить стали вот с 2012 года вот после появления алекснета и прочего. Поэтому даже какой-то единой терминологической базы по ML нет. И у каждого свое понимание даже границы областей ML. То есть некоторые допустим есть люди которые не считают нейросети частью машинного обучения. То есть не говорят есть машинное обучение. Это всякие там это значит регрессии КНН и прочее. А вот нейросети это глубокое обучение. Это уже другая область. Вот. По-моему плейлист этого лекции по ADL. Который вот у вас будет вам будут читать в шестом семестре. Вот его читали в предыдущем семестре. На канале Никитина назывались лекции по глубокому машинному обучению. Вот. Формулировка классная. Но опять же то есть может ввести в заблуждение. Да. В общем к чему это говорю. К тому что будет очень много ситуаций. Когда допустим на лекциях вам вводят какое-то понятие какой-то алгоритм. Одним образом. А на семинарах вводят его другим образом. Вот. С другой стороны. Вам там на лекциях дают какое-то одно определение. На семинарах похожее определение, но другое. Значит. Здесь есть хорошие новости в том, что во-первых не пугайтесь. То есть если вы пойдете на какой-нибудь курс шада там. Не знаю что сейчас вместо техносферы как она называется. В общем. Или еще где-нибудь. В общем. Вам там дадут еще третье определение. В общем. Не пугайтесь. То есть наука настолько молодая. Что преподаватели ее сами еще сами понимают. Что никакой общей терминологии нету. И в частности на экзаменах мы не будем вас спрашивать конкретные определения. Вот именно в том виде в котором они вам давались на семинаре. Вот. Мы будем спрашивать суть. И понимаете ли вы там то или иное понятие правильно или нет. Вот. То есть мы. То есть определение не будет. Теорем наверное тоже. То есть будем обсуждать вот. Ваше понимание той или иной темы. Но и опять же. Вот что такое машинное обучение. Значит. Вот кстати как вам Воронцов ввел понятие машинного обучения. Мне интересно. То есть что это такое. Кто-нибудь запомнил не запомнил. Он вам вообще говорил. Нет. Вот. Да. Потому что. Да. То есть. Численные методы оптимизации. Ну. Вот. Тоже вариант. Значит. Численные методы оптимизации. Ну. Кстати. В принципе. Почему нет. Да. Оптимизация там присутствует. Ну. Да. Причем численная оптимизация. Да. Да. Это. Как это. Был мем. Типа. Ребрендинг. Этого. Линейной алгебры. В искусственный интеллект. Это был самый успешный. За всю историю ребрендингов. Вот. За всю историю маркетинга. Вот. Что-то такое. Вот. Ну. Опять же. Значит. Сейчас. Просто дело в том. Что с появлением. С приобретением нейронными сетями. Дичайшей популярности. Машинное обучение. Стали вводить. Тоже через. Функциональную парадигму. То есть. Что у нас есть. Какая-то функция. Которую мы не можем видеть. Но можем там. Смотреть сэмплы из нее. И у нас есть другая функция. И мы пытаемся одну функцию. Подогнать под другую функцию. То есть. Это все конечно законно. Но это имеет отношение к нейронным сетям. Которые. Ну. Которые работают именно по такому принципу. Что вот. Пытаются подогнать свои параметры. Под имеющееся распределение. То есть. Если в общем. То вот. У меня представление о машинном обучении. Как о. О задаче машинного обучения. Как вот. О задаче написания. Некоторого параметризованного алгоритма. Который способен самостоятельно модифицировать свои параметры. Настраиваясь на решение конкретной задачи. В рамках данного курса мы изучим. Три парадигмы взглядов на машинное обучение. Первое. Можно даже написать. Я ноутбук не вынес. То есть. Первое. Это метрическое. То есть. Что. Что. Что там будет. Вам же там ввели всякие понятия. Те там. Обучающая выборка. Там. Таргет. Прочее. То есть. У нас есть. Объект. Значит. Описание объекта x. Значит. Обучающая выборка x. Большое. Некий. Таргет. И мы что говорим. Мы говорим. Окей. Наша цель. Вот. У нас новый x. С чертой приходит. Вот. Новый объект. Мы говорим. Что. Ага. Значит. Давайте. Исходить из предположения. Что. Объекты. С. Одинаковыми. Или похожими. Метками. Будут. Также. Примерно. Похоже. В. Признаковом пространстве. То есть. Опять же. Тут. Возможно. Есть. Некоторые. Моменты. Очевидные. Для. И. Не. Очевидные. Для разных. Людей. То есть. Тут. Признаковое. Описание. Объекта. Вот. Задача. Наша. Вот. В данной парадигме. Является. Во-первых. В том. Чтобы. Найти. 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 А. Метрику. Вот. По которой. Похожие. Значит. Похожие. Объекты. С. Похожими метками. Будут. Похожи. Признаковом пространстве. То есть. Там. Вот. Так же. Настроить. 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 Эту метрику. Так. По обучающей выборке. Так. Чтобы. Действительно. Объекты. По ней. Были. По этой метрике. С. Похожими метками. Были похожи. Ну. То есть. Там. 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 Махаланобиса. Расстояние. И прочую. Дичь. Которую. Вы потом. Изучите. Вот. И. Кстати. Отчасти. В этом. Будет заключаться. Ваше задание. По практикуму. Значит. Ну. И. В чем тут. Суть. Да. После этого. Решаем. Задачу. Следующим образом. Смотрим. По этой. Метрики. Какие. Объекты. Близкие. К нашему. Рассматриваемому. Объекту. Вот. И. Говорим. Что. Ну. Окей. Там. Усредняем. ее. Как-нибудь. Может. Усредняем. С весами. И. Говорим. Что. Вот. у вас. Первое. Домашнее задание. По практикуму. К этому. Классу. Там. Обносятся. Всякие. Методы. Типа. Там. Ядровой. Кнн. Там. Кластеризация. Тоже. Частично. В этом. Деджем. Классе. Там. Уже. Имеют. Свои. Вот. Дальше. Вторая. Парадигма. Которую. Мы. Изучим. Это. Функциональная. Значит. В ней. Мы. Что. Говорим. Что. Так. У нас. Y. Это. Некоторая. Функция. От. X. И. Параметров. Тета. Вот. И. Наша задача. В чем. Наша задача. Выбрать. Эту функцию. Общий вид. И. Выбрать. Значит. И. Настроить. Параметры. Тета. Таким образом. Чтобы. Эта. Функция. Выдавала. Метки. Наиболее. На. Реальные метки. Вот. Обучающей. Выборки. Вот. Ну. Из этого. Значит. Из этой. Функциональной. Парадигмы. Методы. Это. Какой-нибудь. Линейная. Регрессия. Нейросети. Туда же. Идут. Значит. Ну. То есть. В их базовом понимании. Значит. Дальше. Что-то. Ну. В общем. Вы это изучите. Там. Всякие. Линейная. Классификация. Прочее. Вот. Это функциональная. Это третий метод. Это второй метод. И третий. Собственно. Третья парадигма. Логическая. Логическая парадигма. Значит. Это. Решающие деревья. Градиентные бустинги на решающих деревьях. И же с ними. Как мы здесь смотрим на данные. Мы смотрим на данные не как на однородные значения в каком-то пространстве. А как на осмысленные признаки. И делаем предположение, что для того, чтобы сделать вывод о том, какую метку присвоить тому или иному новому объекту. Надо задать обучающим объекту. Надо задать признаком, описывающим данный объект, ряд вопросов. Допустим. Если мы решаем какую-нибудь сотни раз изнасилованную всеми преподавателями ММЛ задачу предсказания цен на квартиры. Значит. То там у нас есть признаковое описание в духе. Там расстояние до метро. Значит. Площадь квартиры. Там еще что-то. И мы говорим, что ну вот. Если там расстояние до метро меньше какого-то расстояния. То значит у нас цена будет больше, чем такая-то. Если у нас при этом еще и площадь там меньше, чем такая-то. То цена уже там диапазон цен снижается. Снижается. И вот предсказание итоговое делается в виде последовательной задачи вопросов. То есть там задаем вопрос к какому-то из признаков. Делим выбор. Делим. Относим значит наш объект к одной из частей. Дальше здесь задаем вопрос в соответствующей шине. Делим там может на три части. Значит попадает сюда. Опять же вопрос. И так до тех пор, пока мы не попадем в какой-то лист, где разброс меток минимальный. И делаем предсказание на основе рассмотрения объектов, которые находятся в вершине, к которой мы в итоге пришли. Решающие деревья вы подробнее это изучите на лекциях и семинарах по решающим деревьям. Вот сейчас я вкратце рассказал суть. Значит, ну в чем их плюс? В том, что их очень легко программировать на каких-нибудь плюсах. То есть вы берете, обучаете их в питоне. После этого берете просто веса и фэлсами просто простыней переносите в плюсы и ускоряете работу своего алгоритма там в 500 тысяч раз. Вот. Мы изучим вкратце, значит, мы изучим три вот этих метода на данном курсе осеннем. Значит, подробно остановимся на функциональной парадигме и на логической, метрической. У вас будет следующая пара по ней. Но в основном вы с ней поработаете на практикуме. Подробно изучим как раз вот эти две. В принципе, сейчас идут тенденции к тому, чтобы выделить еще вероятностную парадигму взгляда на машинное обучение, где мы предполагаем, что у нас есть некоторое вероятностное распределение меток над обучающей выборкой. Вот. И наша цель восстановить именно параметры семей распределений, значит, параметры и выбрать конкретное распределение, которое у нас имеется над нашей обучающей выборке. Вот. Это расширяет нам кругозор в том плане, что мы можем говорить, что, типа, а почему мы будем предсказывать только Y в зависимости от X? Нельзя ли, допустим, восстановить совместное распределение X и Y? Или восстановить распределение, наоборот, X в зависимости от Y? Вот. И это тянет за собой гигантскую область там генеративных моделей, там всяких диффузионки, наверное, туда же можно отнести, но там уже разграничение такое, типа, условное. Вот. Ну, в принципе, это вы изучите подробно через год на курсах байсовских методов машинного обучения, то есть он будет прям целиком об этом весь. Вот. Ну, может, кто-то из вас, кто имеет отношение к этой группировке Ветрова в вышке, вот, тот познакомится с ними чуть раньше. Ну, опять же, все, все относительно. Я даже не знаю, кстати, кто ее сейчас возглавляет. Ветро уже вроде уже не в России. Ну, не знаю, узнать... У нас в штатнике никого не набирали. Не набирали? Мне кажется, кто-то есть оттуда? Нет? Да. Ну, да, там что-то в последнее время ужесточили. Да. Там ужесточили наборы, просто раньше, типа, студенты, которые попадали там к Ропотову и прочей старшей, братвей из БС-групп, они туда автоматически уже записывались, вот, и там находятся. По крайней мере, мои одногруппники вот четыре года назад, они на третьем курсе туда так и прошли. То есть все, кто там у Дим Саныча или Петрович, по-моему, тоже набирал тогда себе студентов под научное руководство, их сразу же автоматически туда записывали. Но сейчас вроде сложнее, но опять же, не знаю, сейчас преподавательский состав кафедры расширился, поэтому я не решусь сказать, кто конкретно оттуда, в общем, из БС-групп пришел. Вот. Но там, ну, ладно, это после уже семинара можно рассказать. А то сейчас наговорю что-нибудь под запись, а потом окажется неверным. Да. Значит, ну, в ноутбуке здесь основная суть в чем, я весь ноутбук подробно вам рассказывать не буду, вот, потому что тут много очевидных определений, которые вы довольно быстро поймете, просто поработав на практике с ними. Но, значит, базовые моменты, базовые аспекты в чем заключаются. Допустим, у нас есть какие-нибудь данные, вот, X-Train, вот, и метки Y-Train, вот, в одномерном случае мы нарисовали их на графике, и вот, получили вот такую картину. Подумав некоторое время, мы поняли, что это, собственно говоря, парабола, вот, и оперируя знаниями из матанализа, значит, мы решили аппроксимировать вот это распределение по имеющимся данным какой-то параболой, формула там… Да, 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 я сейчас просто завис над тем, чтобы правильно ли называть это параболой, или называть это кривая второго порядка, вот. Ну, короче, пусть будет парабола, ее формула AX квадрат плюс BX плюс C, вот. И вопрос на понимание сути Вселенной. Можете ли вы только методами матана решить задачу оптимальной подгонки вот данных, распределенных таким образом по параболе? Вывести вот формулы для A, B, C. Идеально. А сколько точек? Вот, допустим, 500 точек. Да, и данные без шума. За пару лет, может, любые две точки. Да. Отлично. Собственно говоря, если вы это запругаете, то это будет подходить под все понятия метода машинного обучения. То есть, вы также, у вас есть функция, которая будет принимать выборку, выбирать из нее там три точки, и из них выводить параметры A, B и C. Вот. Если вы спросите у какого-нибудь машин-лернингиста, значит, является ли методом машинного обучения вот формулы выведения, значит, этих A, B и C для параболы методами матана, скорее всего он скажет вам нет. Но если вы скажете, что вот у меня есть функция, она принимает на вход x-train, y-train, сэмплирует оттуда три точки и дальше специальными формулами, значит, выбирает A, B и C, вот, то вам 90% скажут, что да, да, это ML, это вот алгоритм ML, это классно. Вот, значит, да, я это к тому, что тут очень расплывчатые рамки, значит, что такое ML, вот, поэтому держите это всегда в голове, вот, когда будете жить по законам мира машинного обучения. Так, ну здесь я, здесь приведены там эти различные рассуждения там, вот, что, допустим, у нас есть зашумленная траектория, тут уже, что? Да, это будет скинуто, это будет выложено вот на GitHub'е. Ссылку на GitHub видели, да? Да, ну тогда не буду показывать. Вот, там внизу таблица и там в графе материала семинара будет вот этот ноутбук, можете его посмотреть, вот. Ну тут, типа, рассматривается там зашумленный случай, говорится, что в зашумленном случае, то есть мы никогда не имеем дело с идеальной зависимостью, иногда у нас данные зашумлены, и тогда мы уже идеально аналитически решить не всегда можем, вот, и тогда нам надо работать методами оптимизации, вот, например, градиентным спуском с ними уже позвонокомитесь через семинар, вот, то есть там, значит, там будут различные методы оптимизации, да, вот, значит, здесь пока вкратце. Так, про то, что такое переобучение и недообучение вам рассказали? Да. Отлично. Небольшой инсайд из моего опыта выполнения домашнего задания по КНН, по практикуму, значит, если оно не изменилось, вот, потому что я, когда плотно занялся ММРО, отошел от дел преподавания практикума и сейчас там взаимодействую с ним только на организационном уровне, то есть там синхронизировать материалы и прочее, если домашка примерно такая же, то знакомы ли вы с таким понятием, как утечка таргета? Вам рассказали? Нет? Ну, смотрите, кто не в курсе, вкратце есть обучающая выборка, сотру вот эту штуку, значит, у вас что, значит, есть какая-то обучающая выборка X и им известные таргеты, значит, что вы делаете, вы на обучающую выборку настраиваете свой алгоритм и вам надо как-то провалидировать, работает он хорошо или нет, вот, да, разделить, то есть, понятное дело, что на тех же данных, на которые он обучался, глупо смотреть там и делать какие-то предположения о том, какие, как, значит, будет он правильно обучаться или нет, и один из, типа, прекрасных, одно из прекрасных решений это разделить эту выборку на обучающую, вот, и тестовую, ну, и валютационную будем говорить, валютационную, вот, потом эти понятия у вас схлопнутся, но пока будем это строгую терминологию, значит, валютационную и обучать на X-train, Y-train, а смотреть качество на валютационной, однако иногда из-за очень плохого понимания, допустим, работы алгоритмов рандомизации в питоне и прочего, может случиться так, что, во-первых, значит, дан вот эта метка в каком-то том или ином виде утечет в обучающую выборку, то есть, допустим, в числе признаков, допустим, вам надо предсказать цену на квартиру, и в числе признаков у вас неожиданно оказывается цена на эту квартиру разделенная на два, вот, такое бывает сплошь и рядом, когда вы, допустим, в три часа ночи, там, это, пытаетесь судорожно доделать какую-нибудь домашку или соревнование, и вы там это, дергаете там разные столбцы, разные признаки, вот, и случайно там где-то, не заметив, там, выбрали, сделали какую-нибудь линейную комбинацию признаков с таргетом, добавили этот признак в обучающую выборку, и он такой, опа, у нас качество один, вот, значит, ну вот это называется утечка таргета в обучающую выборку, вот, значит, это не очень хорошо, и не всегда это законное решение поставленной задачи, более того, вы можете неправильно разделить выборку, и у вас объекты из трейна в таком же неизменном виде попадут в валидационную выборку, и так, и несмотря на разделение, так получится, что вы обучаете и смотрите идеальное качество, смотрите итоговое качество на одних и тех же объектов, это уже выходит за рамки утечки таргета, это утечка данных трейна в валидацию, вот, то есть с утечками повнимательнее, и вот на первой домашке по практикуму у вас будет, вот, очень легко может случиться такая ситуация, что вы там что-то не заметите, и когда я участвовал в проверке первой домашки, там сплошь и рядом было такое, что вот у нас трейн утек в валидацию, вот, и вы в итоге там говорите, что вот на трейне качество там 0.7, и на валидации 0.7, классный алгоритм, вот, но, как бы, это не всегда так, следите за этим. Да, значит, и также практика показывает, что несмотря на то, что ML становится довольно популярным у нас, вот, из года в год приходят студенты, причем, кстати, их процентное соотношение всегда стабильно, то есть это процентов 30 студентов, которые либо никогда не работали с библиотекой Pandas, либо работали, но вот на уровне прочитать таблицу и сохранить ее в NumPy, вот. Значит, поэтому вводный семинар мы обычно посвящаем краткому ознакомлению с библиотекой Pandas, и на работу с библиотекой Pandas у вас будет первое домашнее задание, выдано, которое будет выдано сегодня. Значит, ну, в чем ее суть, значит, обычно методы классического машинного обучения работают с табличными данными, вот, и на них эти методы машинного обучения начались, и более того, в применении к табличным данным периодически в некоторых кегловых конкурсах разные ансамбли бустингов, то есть логических методов этих обучения, вот, там на деревьях, значит, до сих пор бьют нейронные сети. Поэтому принято рассказывать весь классический ML, вот, а именно ML вот без нейросетей, и там байсовских методов, именно на примере работы с табличными данными, и для работы с табличными данными в мире ML принято использовать такую библиотеку, как Pandas, вот. Значит, здесь я расскажу вкратце о том, ну, какие основные методы Pandas вы будете использовать на практике, и в каких ситуациях, какие методы при работе с данными вам следует использовать. Значит, я дыхнул на ноутбук, и он выключился. Значит, сначала скажите мне, работали ли вы раньше с такой темой, как Юпитер ноутбук? Да. Да, ну не все, так понимаю. Коллаб-то то же самое? Коллаб, да, по сути то же самое, да. Значит, ну, если вкратце, то весь ML сейчас программируется на языке Python, вот, и для работы с Python в ML-сообществе принято использовать такую тему, как Юпитер ноутбук. Это интерактивный интерпретатор языка Python, который также поддерживает теховскую разметку в комментариях к коду, вот, и в нем, собственно говоря, можно не только писать код, но и удобно оформлять отчеты в теховской разметке, вот. Поэтому все домашние задания по MMRO у вас будут, будут вам выдаваться в Юпитер ноутбуке, выполняться тоже через Юпитер ноутбук. И также есть такой сервис, как Google Коллаб. Это, значит, при подключении к этому сервису на гугловских серверах у вас появляется, вам заводится виртуальная машина, на ней заводится Юпитер ноутбук, и к вам, вас к нему подключают через веб-интерфейс, который имеет тот же самый интерфейс, что и Юпитер ноутбук. Значит, что в этом хорошего? Я советую вам выполнять все домашки сразу через Google Коллаб. Подробнее про него, скорее всего, вам расскажут на практикуме, вот, в 15 часов. Вот, но если вкратце, то есть пишите просто Коллаб в поисковике, вот. У вас открывается либо сразу эта вкладка, вот, либо по первой ссылке в Google, короче, открываете Коллаб, значит, берете открыть блокнот или загрузить блокнот и создаете свой блокнот. Вот, все. Подробнее на курсе практикума, задавайте вопросы им. Чем это полезно? Тем, что пока что у вас не наработана интуиция работы с большими данными, ну, или не у всех наработана, вот, у вас даже при работе с не очень тяжелыми данными, типа там таблица полтора миллиона на восемь тысяч, там, какой-нибудь признаков, вот. Вы можете там по ошибке ее случайно скормить целиком в какой-нибудь алгоритм, и он внутри у себя из-за тоже неэффективной реализации забьет вам нахрен всю память оперативную в ноутбуке, и он превратится в кирпич, который можно выключить только аварийным выключением, вот. Если это произойдет у вас локально на Юпитер ноутбуке, то вот придется раскирпичивать ноутбук. Если это произойдет в Google коллабе, вас просто дисконнектнет от коллаба, и вам надо будет только перезапустить ноутбук, вот. В принципе, у кого были достаточно юморные преподаватели практикума, вот, на втором курсе, то вы можете уже знакомы быть с такой ситуацией, когда у вас программу этого интерпретатора командной строки, Shell, проверяли на утечке памяти, направив туда вывод команды Yes, который бесконечно туда шлет Y, и если у вас есть утечка памяти, то у вас утекала вся память, и этот ноутбук из вас тоже превращался в кирпич. Значит, также это дело поддерживает выполнение стандартных команд из командной строки с восклицательным знаком перед ними. То есть, если вы хотите выполнить какую-то команду командной строки, пишите восклицательный знак, какой-нибудь ls, и он выведет вам, соответственно, вывод этой команды, только надо подождать, пока он это сейчас подключится через VMK-шный Wi-Fi. Вот. Ну вот, видно, что тут вот одна директория в текущей рабочей директории, это вот sample data. И также вот стандартные команды по загрузке данных в GET через облачный интерфейс. Вот. Получаем наши таблицы в Excel. Это... Сейчас мы будем рассматривать все на примере таблиц, взятых из анкет студентов, которые распределялись на различные... которые распределяли свои приоритеты при выборе спецкурсов по выбору, вот, в каком-то из семестров обучения. Я так подозреваю, это откуда-то с вышки. Таблица, потому что у них там эта фишка есть с приоритетами на спецкурсы. Вот. Ну, в общем, да. Студенты заполнили анкеты, значит, получили... Эти анкеты распартились в Excel-евские данные, значит. И что нам, значит, надо сделать? Ну, во-первых, импортировать пандас. Принято сокращать его до pd. Вот. Если вы видите буквы pd, то это, значит, речь идет о пандасе. Вот. У него есть несколько методов чтения таблиц из памяти. То есть, read. То есть, в зависимости от расширений, которые имеет ваша таблица. То есть, CSV, Excel, там, HTML, XML и прочее. Вот. В данном случае у нас Excel-евские таблицы, поэтому мы делаем read Excel. Вот. И читаем в память все наши данные. Только надо импортировать пандас. Читаем в память наши таблицы. Вот. Они прочтены. И мы можем на них посмотреть в удобном интерфейсе. Вот. Юпитер ноутбука. Значит, он выведет нам вот первый сколько-то строк, последний сколько-то строк таблицы. Вот. Пронумерованные. И также вот покажет название каждой из колонок. То есть, что, кто означает. Значит, убедительная просьба, пожалуйста. Значит, может даже за это штрафы введем. Короче, при выполнении домашнего задания на пандас, там у вас будут задания, типа, выведите результат работы той-то, той-то функции, значит. Или выведите полученную таблицу после применения таких-то операций. Выводите ее именно вот таким способом, как вот показано в данном ноутбуке. То есть, просто пишите переменную, она вам выведется. Никогда не выводите ее через print. Потому что если выведите ее через print, она выведется вот в таком виде. Вот. Вот. Это абсолютно нечитаемый вид, который невозможно проверять. Вы просто имя написали. Да, да, да. То есть, print, дата, имя. То есть, тут имя. Ноутбук будет скинут вам, в общем, в этот, в... Ну, на гитхабе. Вот. Вы можете посмотреть все. Также будут ссылки даны на документацию. То есть, цель данного семинара, скорее, чтобы вы запомнили основные моменты работы с пандасом. И при случае чего могли открыть материалы семинара и посмотреть, как та или иная функция работает. То есть, там как-то пытаться запомнить на семинаре там профили вызова тех или иных функций. Там, как это было на осях. Это не надо. Тут вы... У вас памяти не хватит. Вот. Но надо. Значит, также бывает полезно посмотреть, сколько у нас данных вообще есть. То есть, это делается... Вот тут, кстати, у некоторых людей, любителей языка C и C++, каким являлся я на втором-третьем курсе, может случиться небольшой инсульт. Да. Мы сейчас просто напрямую обращаемся к полю объекта класса. И более того, некоторые поля объекта класса мы просто напрямую можем изменять. То есть, никаких там это сет перемес, сет поля там и гет и прочее. Никаких... Да, никакой защиты нету и никаких работ с полями объекта класса через методы этого объекта не всегда есть. Поэтому добро пожаловать в питон, как говорится. Вам будет плохо. Вот. Значит, ну, в общем, в поле шейп хранится... Хранится... Вот... Сколько у нас строк и столбцов в данной таблице прочитанной? Ну, тут вот 223 строки и 12 столбцов, 12 колонок. Вот. Значит, дальше один тонкий момент, на котором вы можете огрести много ошибок. При работе с Pandas и с ML, значит, в Pandas есть два основных типа данных. Это DataFrame и DataSeries. Вот. Эти объекты, их различие лишь только в том, что DataFrame, он двухмерный. То есть, это двумерная таблица. А DataSeries, это... Она одномерная. То есть, таблица с одной колонкой или с одной строкой. То есть, вот выглядит она вот так. То есть, тут есть вот только ID-шник. Если вы выдернете строку из таблицы, потом покажу, как это сделать, вот, то будет тоже DataSeries. Вот. И в чем прикол? В том, что некоторые методы работы с DataFrame отличаются от методов работы с DataSeries. И вроде как функции, которые делают одно и то же для DataFrame и DataSeries, иногда имеют разные профили и разные названия. Поэтому это может вам создать серьезный проблем при попытке обобщить выполнение вашего кода. То есть, он может... Если вы там сделаете, допустим, какую-нибудь работу с, допустим, выдергиванием каких-то столбцов из вашего DataFrame и работу с ними, то методы работы с ними будут отличаться для... В зависимости от того, сколько колонок вы выдернете, одну или несколько. Вот. И с этим может быть связано много ошибок. Вот. Поэтому держите это в памяти и всегда контролируйте. Вот. И, возможно, если у вас выйдет ошибка в духе, там, не существует такого метода для данного типа данных, скорее всего, это вот связано с тем, что вы выдернули там одну колонку и пытаетесь с ней работать как с DataFrame. Зачем это было сделано? Это вопрос к создателям Pandas. Вот. Но это так. DataFrame также можно создать вручную из словаря Python. Вот. Словари вы изучите. Это скорее для ликбеза, что вот можно создать объект класса PD DataFrame. Вот. И он создастся. Значит, это в рамках ликбеза. То есть, что вот у нас сдаем название колонок и значение. Вот и создается вот эта хрень. Можно частично отобразить также наши данные. То есть, чтобы отобразить последние две строки, вызываем метод tail и указываем, сколько строк надо отобразить. Чтобы отобразить первые сколько-то строк, вызываем метод head. Вот он отображает нам первые две строки или пять строк. Вот. Чтобы рандомно выдернуть сколько-то строк случайных из нашей таблицы, есть метод sample. Мы выдергиваем какие-то строки и вот получаем вот 141, 122, 18 строки. То есть, случайным образом выдергиваем, просто чтобы посмотреть там на какие-то случайные характеристики, если хочется. Залезть во внутренности Юпитер ноутбук, это сами посмотрите, если интересно. На практике это вообще никогда почти не нужно. Да, если вы заметили, то при отображении вот таким образом у вас отображается там пять первых и пять последних строк. Если вам зачем-то может понадобиться отобразить сразу все строки, то это можно сделать вот таким вот кодом. Да, мы здесь опять же залезаем в поле объекта класса и меняем его напрямую через присваивание. Вот. Тоже не очень хорошо для плюсов, но и для C, нет, для плюсов. Да, для C это там другая история. Для плюсов не очень хорошо, но для питона нормально. Вот. Если вы зададите, допустим, 999 и выведите эту таблицу, то вам выведет просто целиком всю простыню строк, которые тут есть от нулевой до двухсотой. Вот. Делать мы этого, конечно же, прямо сейчас не будем. Вот. Потому что я хочу сохранить возможность навигации по этому ноутбуку. Да. Также вам, возможно, потребуется узнать, сколько у вас колонок и какие у них названия есть. Это делается вызыванием поле Columns. Значит, он вам выведет просто список, какие у нас колонки есть и какие у них названия. Вот. В принципе, он хорош в связке с методом D-Types. То есть, если вы вызовете поле метода, поле D-Types, посмотрите на содержание поля D-Types, он выведет вам колонки и тип данных, которые внутри этих колонок содержатся. То есть, это вам будет полезно при арифметических операциях с разными колонками. То есть, вам надо будет посмотреть на тип данных. Если они там int-и или флоты, то одни методы работы. Если object, то, скорее всего, object-ами обозначаются в пандасе строки. То есть, я, наверное, на своей памяти, да, единственный случай, который я встречал, это вот когда писался тип object в, ну, как тип данных той или иной колонки. Вот. Это когда в ней содержалась строка. То есть, посмотрим, какая-то колонка осенний курс по выбору, приоритет один, смотрим. Ну, да, это, скорее всего, строка и есть. Вот. Значит, ну, и при нем вы можете, ну, огрести некоторых проблем с этим. Например, если у вас там, вы хотите почитать, допустим, вот у нас есть колонка рейтинг. Вот. Вы хотите посчитать средний рейтинг там всех студентов этой программы. Рейтинг. Что у нас? Вот. Вызовите поле min, метод min. Min. Для подсчета среднего подробнее вы изучите все эти методы на практике и на практику. Вот. Они примерно одинаковые. Он вам свалится с ошибкой, потому что не могу конвертировать. Типа, я вообще не понимаю, как считать средний от строк. Я попытался их конвертировать в данные и не могу тоже конвертировать, потому что это строки. И вообще непонятно, что с ними делать. Вот. Почему это случилось? Потому что, опять же, у нас здесь вроде цифры в колонке, но и вообще по смыслу должны, это должно быть цифрами, но числами. Вот. Да, да, да. Но по факту это строки, и поэтому сводилась ошибка. Значит, как это исправить, значит, зависит от вашего опыта работы с пандасом. По-моему, можно вызвать напрямую the type от этой колонки. Получится, да, the type object. Вот. Ну, вам надо изменить тип этой колонки в зависимости от вашего опыта. Вы либо, если не очень опытно, вы открываете там Яндекс.Гугл и угуглите, как изменить тип данных в пандасе. Если вы опытный пользователь пандаса, вы гуглите how to change data type in пандас. Data type in пандас. Вот. Смотрите. О, метод sType. Метод sType должен сработать. Вот. Пишем sTypeFloat и получаем ошибку, потому что у нас здесь разделите запятая, как кто-то правильно заметил, а не точка. То есть вам надо будет какие-то более подробные, какие-то более изощренные методы гуглить, вот, в помощь документации. Значит, также есть методы там выдергивания именно строк из этого, из DataFrame. То есть для этого есть два метода, log и iLog. Значит, log принимает на вход какую-то цифру, число, значит, целое, вот, и выводит вам строку, у которой значение индекса, вот, цифры, которые обозначены здесь. Эта колонка, она при выводе не имеет никакого названия, но если вы сохраните эту таблицу в память, то этой колонке будет название индекс. И вот метод log выдергивает вам строку с индексом, который вы укажете вот в квадратных скобках. Вот с индексом 2, вот, вы получили строку. Ну, это тоже DataSeries, и, вот, здесь вы смотрите каждый признак и его значение. Вот, значит, также можно делать срезы по индексам. Вот, то есть если вы хотите получить с какого-то индекса по какой-то, то вызывайте вот через двоеточие, вот, возможно, здесь, это уже DataFrame. Возможно, здесь даже работает стандартное, стандартное правило работы со срезами, то есть с какого индекса по какой и с каким шагом. С каким шагом, это вы подробнее изучите на практике, да. То есть сейчас я вызвал типа с двух по девять и через один, то есть вот второй, четвертый, шестой, восьмой. Вот, значит, смотрите, в чем тут проблема. Есть также второй метод, iLog. Он действует похожим образом, но выдергивает колонку не с индексом, который был указан в поле индекс, а выдергивает строку под тем номером, который вы указали в скобках. То есть в чем суть в том, что если вы засемплируете данные, то у них индексы будут уже перемешаны, поскольку мы случайно семплируем. Делается это для того, чтобы можно было всегда восстановить порядок. Вот, и если вы вот от этой темы попытаетесь выдернуть, допустим, ну вот у нас сабсет это какой-то DataFrame, и вроде как отдельный DataFrame, вот, и если вы попытаетесь выдернуть отсюда вторую строку, то есть думая, что он выдаст вам вот это вот дело, то он свалится с ошибкой, потому что здесь нету строки с индексом 2, у которой поле индекса будет равно 2. То есть чтобы выдернуть именно строку, которая под номером 2 идет, ну, в программистском понимании сути номера 2, то вам надо вызвать метод iLog, вот, и, собственно говоря, он вам выдернет вот нужную строку, которая в данной таблице под, ну, вторая, вот, если номеровать с нуля, вот, ну, и имеет индекс 77, вот, как-то так. И, в принципе, если, по ним же можно делать различные срезы, то есть здесь, допустим, у нас 170, 170 можем получить, значит, здесь немного, ладно, с питоном много кто работал раньше? Работали? Да. Да? Ну, со срезами знакомые? Отлично. Вот. Тут просто есть не совсем очевидный момент, что срезы в методе лог и в методе iLog немного по-разному работают. То есть метод iLog, он делает вам срез по массиву, по правилам вот срезов в питоне, то есть он выдает вам строки от индекса, который вы указали, до конечного индекса, не включая последний индекс. То есть если вы делаете срез от 2 до 4, то он вам делает второй, третий, да, а четвертый не дает. Давайте это рассмотрим на примере сабсета. Вот. То есть, но, значит, это только для iLog. Лог, он срез делает включительно. Да. То есть, лог, он, значит, какие тут у нас строки есть. Если вы делаете лог, вот, где он тут, от 170 до 152, от 170 до 152 элемента, то он вам выдаст вот просто 4 элемента, включительно от 170 индекса до 152. То есть он внутри себя как-то соотносит, значит, индексы с реальными индексами внутри таблицы, вот, индексируется по ним и делает это включительно, значит, с последним элементом. И у вас выдастся вот 4 строки. Вот. То есть метод log, следует помнить всегда, что метод log работает именно по полю индекс, вот, и не всегда, то есть, а вы обычно будете хотеть выдергивать строки именно по их реальному индексу, вот, в программистском понимании этого слова, поэтому вам, скорее всего, часто будет нужен метод iLog. Так, 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 ну тут индексация двойная. Это, ладно, это вы посмотрите легко. Значит, также у них есть индексация по булевым массивам, то есть, или по булевым, вот, дата-сериям. Значит, в чем суть в том, что если вы внутри квадратных скобок запихнете какой-нибудь предикат, вот, то, значит, он будет, он выдаст вам строки, где в итоговом массиве из true и false, напротив которых было значение true. То есть, если вы хотите, допустим, выдернуть всех студентов 188 группы, то берете, значит, берете соответствующее поле, группа, значит, делаете стандартное логическое высказывание в питоне, он выдает вам дата-серия в формате, вот, true, false, true, false и так далее. Значит, и дальше просто индексируете по нему, значит, ваш, ваш pd-датафрейм, вот, и получаете все элементы нашего датафрейма, в которых, вот, значение этого, этого, этой колонки было равно 182. Значит, ну, тут как, тут стоит лишь помнить, что, опять же, никто не ручается за адекватную работу этого метода при неправильном, неправильному полю индексации, вот, то есть, тут при неправильной индексации может случиться что-то страшное, поэтому следите за полем индекс, вот. Вот, и также, что еще вам, с чем вы будете работать часто, это, с этим потом познакомимся, это очевидно, значит, значит, это метод groupby, вот. Groupby, что он делает? Он собирает статистику по вашей таблице, по конкретному значению какой-либо из колонок. То есть, допустим, если мы хотим подвести какую-то статистику у всех объектов, у которых значение колонки fall1 было бы равно, вот, конкретному значению, то, значит, мы что делаем? Мы пишем метод groupby, в скобках указываем by название колонки, и дальше указываем метод, по которому надо агрегировать данные в той или иной колонке. В данном случае мы хотим посмотреть среднее по значению признака, по каждому из значений признака fall1. То есть, вызываем этот метод и получаем, что, значит, у всех, значит, получается, что мы выдергиваем из нашей таблицы, значит, метод, все элементы, значит, у которых все элементы по признаку fall1, вот где у нас, давайте его найдем, fall1, fall1. Так, 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 сейчас что-то пошло не так. Ох, ё-моё, пандас, что же ты со мной делаешь? Группируют объекты, ага, 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 да. Да. Значит, так, я не понял, что у нас. Группай с усреднением, fall1, господи, у меня уже в глазах плывет все. Группай, а он, кстати, он сейчас сработает, нет? А, ну да, потому что такого признака нету, потому что я менял содержание семинара немного, вот, чтобы повысить понятность, и в итоге заменил этот, заменил тут таблицу, значит, давайте грубай какой-нибудь вот по группам, вот, да, поэтому этого признака нету. Я уже испугался, что пандас как-то изменил свою логику работы, я сейчас, ладно. Что он скажет теперь? ID нету, изми нету. Ну, давайте уберем эту хрень. Вот, отлично. И он вам, значит, что делает? Он вам посчитает, посмотрит, значит, какие группы есть у студентов, и по каждой из этих групп подведет статистику, которую вы укажете вот здесь. То есть здесь у нас каунт, он просто считает. То есть он считает каждую строку, независимо от ее содержания, и получается, что мы просто вывели, сколько у нас студентов есть в каждой из групп. Вот, 181, второй, вот сколько есть. Также есть различные методы, там, типа, мин, когда мы хотим делать, мы хотим узнать среднее по каждому из признаков. И что он сказал? Наверное, он может среднее сделать. Да-да-да, он среднее не сможет сделать, потому что тут есть строки, то есть тут следим за тем, что у нас происходит в нашей таблице. Вот, то есть как здесь сейчас обойти, то есть здесь надо просто в квадратных скобках указать колонки с численными признаками. Вот, следите за этим. Групп бай, ну, усреднение понятно. Значит, да, и теперь смотрите, сейчас я перечислил вам основные методы, которые вы будете преимущественно использовать в домашке, и скорее всего, ну, я не пропомню, чтобы там вам потребовалось какие-то новые методы, другие использовать. Раз уж только метод apply, которым я быстренько вам напомню. Значит, сейчас хочу дать вам некую интуицию того, в каких случаях этот метод, эти методы надо использовать. То есть в чем вообще прикол с машинным обучением? Вы в рамках данного курса будете изучать различные методы машинного обучения, там, значит, линейную регрессию, там КНН и прочее, вот. И ваши домашние задания будут заключаться в том, что вам будет даваться какая-то обучающая выборка, вы будете там смотреть, что предсказывает тот или иной метод машинного обучения, и дальше настраивать тот или иной метод машинного обучения на обучающую выборку. В реальной жизни все происходит немного не так. В реальной жизни у вас будет, вы будете отталкиваться не от метода машинного обучения, а от задачи, которая перед вами стоит. Допустим, вам сказали задачу написания алгоритма стабилизации для видеокамеры, для телефона, чтобы сделать так, чтобы вы снимали видео, телефон трясся, руки тряслись, а изображение не тряслось. Что вам для этого нужно сделать? Вам для этого нужно предсказать поведение пользователя с данным телефоном. Что он с ним делает в данный момент? Он стоит и пытается снять какую-то сцену и пытается удержать телефон ровно. Он бежит за кем-то и преследует кого-то и снимает его на телефон. Он снимает панораму, он просто идет. В зависимости от его поведения будет определяться список фильтров, которые вы можете накладывать на изображение, чтобы его стабилизировать. Возможно, для каких-то методов вам понадобится, чтобы изображение быстро реагировало на движение пользователя, а в каком-то случае вам потребуется, чтобы изображение было как можно более гладким и плавным. И что для этого, значит, вы получили задачу и смотрите, что для этого у вас есть? Ну, наверное, есть данные с IMU телефона внутреннего, то есть данные с гироскопа, то есть его угол в углах рейлера в пространстве, его угловая скорость ускорения, там данные с акселерометра, его, возможно, вы сможете измерить как-то линейную скорость телефона. И из этого всего вы делаете простыню признаков. И дальше начинается увлекательное занятие, сделай признаки такими, чтобы с ними можно было работать методами машинного обучения. То есть, допустим, у признаков может быть разная частота, то есть с IMU данные могут поступать с переменной частотой, там когда-то 100 Гц, когда-то 200 Гц, когда-то 500 Гц, вот, и от этого будет зависеть предсказание, значит, и методы работы с ними. То есть вам надо как-то нормализовать герцовку. Дальше у вас могут быть проблемы в том, что иногда тот или иной датчик пролагивает, и вы не получаете данные с него. И тогда, если вы настроите метод машинного обучения на эти данные, то когда вы их потеряете, то ваш метод просто упадет, и телефон выключится. Вот. Это тоже надо отфильтровать. То есть, и 90% времени, которое вы будете работать вроде как с методами машинного обучения, вы будете работать с обучающей выборкой, настраивая ее таким образом, чтобы методы машинного обучения с ней работали нормально. Вот. И после этого вы берете какой-нибудь, импортируете там градиентный бустинг, запускайте его, о, все хорошо работает. Вот. То есть, имейте это в виду, и помните, что всегда надо открывать данные и смотреть, как с ними работать, и как они вообще выглядят. Значит, ну, основные моменты, на которые стоит обращать внимание, опять же, пропуски в данных, выбросы, повторы, какая-то нелогичная информация, это самые широкие области и прочее. Значит, давайте рассмотрим это на примере данных о вызовах такси. То есть, это какое-то там древнее доисторическое кегловское соревнование, которое уже даже не существует на кегле, поэтому мы скачиваем данные из дропбокса. Вот. Где надо предсказывать, что там надо предсказывать? Надо предсказывать, значит, длительность поездки на такси, скорее всего, да? Да, предсказание продолжительности поездки на такси в Нью-Йорке. Вот. Ну, мы как? Мы там скачиваем эти данные. Данные уже получаем в формате CSV, поэтому используем другой метод, read.csv. Вот. И смотрим, значит, на данные, как они выглядят. То есть, первая задача – посмотреть на данные. У нас, как вы видите, read уже идет гораздо дольше, то есть, данные уже гораздо больше по памяти. Значит, смотрим. Ну, у них есть какой-то список признаков. Значит, вроде как какие-то значения есть. Ну, вроде как он распарсился хорошо – это уже плюс. Значит, смотрим, сколько у нас данных. У нас их полтора миллиона. То есть, стоит уже задуматься о том, что, может быть, иногда не стоит загружать в оперативку всю вот эту таблицу, потому что у вас могут возникнуть какие-то проблемы. Смотрим на признаки. И тут уже первый момент, когда вы можете задуматься о сути данной вселенной, потому что не всегда можно понять из названий признаков, что это за признаки. То есть, если ID – это понятно, это ID там поездки, наверное, какой-нибудь drop-off, longitude – это там координаты высадки, и координаты посадки. Значит, кстати, уже можете задаться вопросом, что у нас в признаках присутствуют drop-off longitude и pick-up longitude, то есть координаты посадки и координаты высадки, а предсказать мы вроде как должны продолжительность поездки. То есть, что такое вот этот вот координаты высадки, то есть это то, что указал пользователь, допустим, когда заказывал такси, или фактические координаты высадки, на которых таксист высадил пользователя. Это не всегда одно и то же. И если первое мы можем иметь в начале, то есть при постановке задачи предсказания, то вот вторые данные мы уже, их у нас уже нет, потому что это заглядывание в будущее. То есть уже стоит задуматься, повод задуматься, то есть, а правильные ли мы данные получили, и будут ли у нас эти данные непосредственно в реальной жизни. Ну, также будут всякие странные признаки, типа там, vendor ID или stone store and FVD flag. Типа, что они означают, не всегда ясно. И это первый момент, когда мы должны пойти к заказчику и посмотреть на постановку данной задачи. Типа, а что за признаки ты нам дал? Ну, здесь ситуация тепличная. Мы пошли просто в Kaggle, на страницу на Kaggle данного конкурса и прочитали про описание всех признаков. Ну, и тут, в принципе, все наши предположения оказывались верными. Vendor ID это код провайдер, от которого пришла информация. То есть, полагаю, там, типа, откуда заказывали, что, кто нам предоставил такси. И вот этот признак, он, это флаг, который равен Y, если у нас во время поездки связь с сервером пропадала, и мы, значит, ну, то есть, мы не могли отслеживать эту поездку. То есть, если этот флаг равен Y, то стоит задуматься о корректности остальных признаков, потому что, получается, у нас пропала связь с сервером, и, возможно, там у нас, возможно, в этот момент там пассажир был высажен, и мы не смогли засечь правильное время и прочее. То есть, вот это все. То есть, посмотреть на признаки, понять, что они обозначают. Дальше посмотреть, сколько у нас уникальных объектов по айдишнику. То есть, вдруг у нас повторы есть. Вот. Уникальные объекты можно посмотреть методом enuniquio, это уже метод, а не поле. И посмотреть, разные ли у нас айдишники для каждой из строков данных. То есть, смотрим, сколько у нас уникальных объектов в данных, и смотрим, собственно говоря, сколько у нас всего данных в таблице. Значит, если оно равно, то замечательно, все прекрасно. Дальше смотрим, есть ли у нас какие-то пропуски в данных. То есть, поступали ли у нас значения not and number. То есть, если есть, то стоит задуматься об их фильтрации. Да, ну здесь, значит, метод count, он считает просто по каждой из строков, сколько у нас осмысленных значений, не нановских. То есть, не по каждой строке, а по каждому столбцу. Вот. То есть, он выводит вам статистику строчную по каждому из признаков. Вот. И дальше мы смотрим минимальные, равно ли оно в форме таблицы. Вот. Смотрим. Ну, здесь у нас тепличные условия, все хорошо. Все всему равно. Ну, можем также вот как раз к вопросу об адекватности данных. Вроде как из описания признака store and fvd flag кажется, что он должен быть равен либо yes, либо no. Ну, смотрим, значит, ну что мы делаем? Значит, мы получаем колонку, смотрим уникальные значения в этой колонке и на всякий случай это еще переводим в множество, чтобы уж точно получить уникальные значения этой колонки. Вот. И смотрим, они только n и y. То есть, no или yes. Ну, в принципе, логично. Вроде как все хорошо. На этом моменте, в принципе, можно еще там пару дней подумать, поразмышлять, что вы еще хотите узнать о данных. Вот. Дальше типы столбцов. Ну, это уже показывал. То есть, от этого зависит, какие у нас методы работы правильные или нет. Ну, и здесь, смотрите, здесь видно, что где тут у нас дейтатаймы. Все дейтатаймы имеют строчный формат данных. То есть, если посмотрим, то есть, это у нас строка. Хочется перевести это в формат, удобный для работы с временем в питоне. То есть, ну, который вот имеет формат, что, допустим, мы можем сравнить две даты, и они вот будут сравнены по их логическому, но в логическом правильном сравнении, то, что там, типа, 2016 год был раньше 2017-го, там, если это один и тот же год смотрим на месяц, на часы и на прочее, подводить по ним какие-то статистики. Вот. В питоне есть библиотека питон дата тайм. Вот. Значит, но сейчас не о ней, сейчас о методах перевода в, значит, в правильный формат. Значит, проще всего это сделать, просто запрограммировав это все дело в цикл. Значит, проходимся по всем строкам данной колонки и присваиваем просто по этому полю значения в этой колонке, вот, преобразованные под дата тайм. Ну, тут, значит, есть некоторый нюанс, что давайте попробуем эту хрень провернуть на 20 колонках, вот, и получим, что у нас надо, давайте погрешность на запуск исключим, на 50 колонках, и понимаем, что у нас уже тут уже там 10 секунд это все выполняется, 6 секунд выполняется, 50 колонок, а у нас их полтора миллиона. Кажется, что если там умножить, перемножить, то получится, что нам надо пару дней ждать, пока все преобразуется. У пандаса есть метод apply, который принимает на вход функцию и применяет ее итеративно к всем значениям данной колонки. И, в принципе, мы можем вызвать метод apply, вот, и он также применит всю эту функцию, но тут есть тонкий момент, что под капотом функции apply находится все тот же цикл. То есть, вот, по сути, при вызове метода apply мы вызываем функцию, в которую просто вот эта хрень запрограммирована, и он будет выполняться, кстати, быстро. Видимо, там все-таки оптимизация есть, да. Но, значит, это все равно дольше, чем хотелось бы. То есть, вы можете пользоваться этой функцией, значит, когда вам кажется удобным, но имейте в виду, что иногда временное вычисление может быть очень долгим. Вот. Ну и самый быстрый вариант – это использовать векторизацию, векторизованные вычисления, о которых вам больше расскажут на практикуме. Это с использованием библиотеки numpy. Я пока просто закину вам эту удочку в виде фразы векторизованные вычисления. Что-то пошло не так, что пошло не так. Хреново знает, что пошло не так, но что-то пошло не так. Возможно, я опять забыл изменить тип данных. Изменить данные, значит, map, lambda. Да. Ха-ха-ха-ха-ха. Ладно. Ну, в общем, на практикуме вы тогда сейчас, чтобы не грузить вас душным дебаггингом, я просто отошлюсь, что на практикуме вам покажут, как работать с векторизацией вычислений. Вот. Здесь ошибку можете найти в рамках упражнения на дом. Как у преподавателей принято говорить, это вам домашнее задание. Значит, да-да-да, упражнение на дом. Значит, ну сейчас у нас уже время подходит. Значит... А как вы сделали бесконечный блокнот? Кого? Бесконечный блокнот. Бесконечный блокнот. Он сам расширяется. Он сам расширяется, да. То есть вы в конец проматываете, вот, и там эти, по-моему, кнопки мебоя. Я отдыхнул на это, на блокнот. Вот. Значит, какие еще основные моменты я хотел бы вам рассказать, которые касаются анализа данных. Стоит... Ну, во-первых, кстати, есть метод describe у пандаса, который вам подводит некие статистики по числовым колонкам. То есть вот у нас целевая переменная tripDuration. Если мы вызовем метод describe, то он вам подведет некоторые статистики. То есть сколько у нас значений ненановских. Средняя, стдшка, там, квантилия, максимальное значение, минимальное значение тоже бывает полезно. Вот. И стоит посмотреть в обучающей выборке, есть ли какие-то выбросы. Для этого строим гистограмму, то есть вызываем колонку, строим гистограмму, смотрим, что у нас есть здесь какие-то выбросы, из-за чего трудно понимать вообще, что происходит на гистограмме. Чтобы с этим разобраться, прологарифмируем наши значения, посмотрим их в логарифмической скале. Видно, что, в принципе, у нас все значения здесь вот в рамках от 2 до 9 до 10. Вот. И есть какой-то вот тяжелый хвост, какой-то выброс. Вот. Ну, смотрим. Значит, все время поездок основная масса находится от 140-150 секунд до 8000, то есть до, там, пары часов. Значит, и самая длинная поездка у нас длилась 979 часов. Ну, стоит задуматься, надо ли рассматривать эту длинную поездку. То есть, может, кто-то заказал такси от Москвы до Крыма, но, как бы, маловероятно. Поэтому эти данные, самый простой способ просто выбросить их нахрен, потому что они вам будут мешать обучать вашу модель. Ну, опять же, здесь показаны методы, как это можно сделать. То есть, там, вот здесь мы смотрим, сколько у нас есть полей, где продолжительность поездки длилась больше 10 часов. Вот. Ну, и их можно просто удалить. Вот, методом дроп. Как он работает в документации лести. Потому что вы все равно сейчас это не запомните, а запомните только, когда на практике узнаете. Так, ну, здесь мы пытаемся на карте изобразить эти координаты. Тоже иногда прикольно бывает. Там есть библиотека в питоне, значит, которые отображают на карте. Мы берем координаты высадки и видим, что вот у нас, наверное, вы можете... Вот, наверное, у нас вот большинство вот где-то вот в рамках вот этого вот острова, значит, полуострова. А, значит, также есть вот явные выбросы, что часто из аэропорта такси заказывают. Вот, значит, что еще? А вот из второго аэропорта видно, что такси заказывают. Вот, возможно, тоже полезная информация для нашего метода обучения. Значит, тут мы проверяем случайность айдишников. Ну, это тоже понятно, что перед тем, как делить выборку на трейн-тест, надо ее перемешать, чтобы там потерялись данные о дате. И разделить ее именно случайным образом. Вот. Ну и дальше, в принципе, я выложу ноутбук. Тут предлагается... Приводится пример, как мы вычисляем новый признак, а именно там расстояние между точкой посадки и точкой высадки. И делаем предположение, что он имеет какую-то силу для нашей модели. Вот, машинного обучения. Вот, но, в принципе, тут как создать новый признак, можете посмотреть. Вот, полезная информация. Сейчас душить вас вызовами бесконечного кода не буду. Вот. Ну и мы добавляем признак, там запускаем линейную регрессию и все прочее. То есть, с этим проще разобраться при выполнении практического домашнего задания. Значит, помимо очевидных методов, зачем нам надо смотреть на данные в духе там, что на практике там бывают пропуски, бывают прочая хрень. Иногда бывают более хитрые причины, зачем нам нужно смотреть на данные. Например, если вы участвуете в соревнованиях кегловских там или других любых там. Сейчас у нас разные российские сервисы есть там с соревнованиями тоже. С наградой там сколько-то там сотен тысяч рублей. В общем, смотрите, в чем суть. Есть адекватный анализ данных, которые вы должны проворачивать каждый раз при работе с выборками и задачами машинного обучения. Это бывает полезно, чтобы писать правильные хорошие алгоритмы. Но если вы участвуете в соревнованиях, то там все средства хороши. В частности, там можно попытаться воспользоваться человеческим фактором и использовать какие-нибудь ошибки, которые допускали авторы при составлении данного соревнования. Допустим, бывали случаи, когда надо было предсказать какую-то задачу регрессии, предсказать какую-то цену на чего-нибудь там, и данные были отсортированы по целевой метке. И люди, которые это замечали, они работали с этими данными как с временным рядом и получали гораздо более высокий скор, потому что данные были отсортированы как в трене, так и в тесте. Также иногда разработчики допускают утечку данных, когда, допустим, например, задача стоит в классификации картинок, и в признаках есть название картинки, и в этом названии содержится объект, который на этой картинке находится. Понятно, что в реальной жизни мы не сможем использовать эти данные, но на соревнованиях нам никто это делать не запрещал, и мы можем как-нибудь распарсить название, вытернуть оттуда название объекта и использовать это в алгоритме классификации. Такие моменты были. Возможно, если кто-нибудь из вас смотрел различные курсы Александра Геннадьевича Дьяконова, он любит рассказывать различные истории, как в 2008 году на соревновании, кто-то написал 30 строк кода и победил, или 34 символа. В общем, у него куча подобных баек. И действительно, соревнования создают тоже люди, и не всегда они достаточно случайно анонимизируют данные, и из вида данных можно вычленить утечку таргетов данные и использовать эту утечку для того, чтобы выбить там скор 0.99 и всех победить и получить много денег. Опять же, смотрите, какая задача перед вами стоит. Если реальная жизнь, то нельзя так делать, если соревнования так делать нужно. Кстати, вот тут на Дьяконова ссылка есть. По этой ссылке, скорее всего, там эта ссылка на его страничку с подобными байками, где будут как раз рассказы про то, как в соревнованиях были утечки данных. Вот. Ну, на этом я предлагаю закончить вводную лекцию. Сегодня, скорее всего, я вам выдам домашку первую на пандас. Она будет простая, там пару вечеров там это повызывать методы. Поэтому сделайте ее как можно скорее, не тратьте свое время, не откладывайте на последний момент. Дедлайн у вас еще успеет погореть в этом семестре. Вот. Я не знаю, практикум будет, насколько я понимаю, у вас в этой же аудитории. В 505-й? В расписании. Да. Ну, просто я списался вот с преподавателем, который будет у вас вести практикум. И мы вроде договорились, что он начнет его вести вот в этой аудитории, поскольку я закончу пораньше. Вот. Ну, я не знаю, он пришел, не пришел. Вот. Я просто его в лицо не знаю, поэтому... Может быть, он где-то среди нас уже. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok